Калхазаны Друзья, хочу вам порекомендовать крутой сервис по заработку на публикации мобильных приложений Cash4App. Вам не нужно ничего разрабатывать или знать языки программирования. Все, что нужно, это зарегистрироваться на сайте, загрузить по инструкции готовое мобильное приложение в Google Play и получить реальные деньги. Вы только представьте, за выполнение одного задания вам платят 3000 рублей, а также там пассивно начисляют по 10 рублей в день за нахождение приложения в Google Play. И самое главное, что все это честно и легально. Переходите по ссылке в описании, изучайте информацию и начинайте зарабатывать вместе с Cash4App. В общем, если хотите заработать, пожалуйста, ссылочка в описании. Дерзайте! Все мы любим послушать музыку и несмотря на постоянные споры о жанрах и исполнителях, все меломаны всегда сойдутся в одном. Музыку приятнее всего слушать на хорошей акустике. И среди меломанов есть отдельная категория людей, которые ценят и любят советские акустические системы. Я, кстати, к ним отношусь. Не сказать, что советские колонки самые лучшие в мире, но есть люди, которые признательны им, которые их любят по всему СНГ. Кливер, Амфетон, Радиотехника и другие акустические системы, которые буквально стали легендами, сегодня активно продаются на Авито и есть люди, которые их действительно покупают. Это, как правило, либо коллекционеры, либо просто ценители советской акустики, либо люди, которые спешат поностальгировать. Так или иначе, советские колонки довольно классные, лично мне они нравятся и я бы с удовольствием себе прикупил, но сейчас мои финансовые положения не позволяют этого, да и нет в этом особой нужды. Но, как я говорил, повторюсь, советские колонки, их очень много на Авито, самые популярные из них я перечислил. И, возможно, С90 одни из самых таких известных и популярных акустических систем на рынке, на Авито их сегодня очень много. Средняя цена их примерно 10 тысяч рублей за пару и то это считается дорого. Такие объявления висят обычно по полгода, потому что все как всегда можно найти гораздо дешевле. Но некоторые колхозаны уверены, что советская акустика должна стоить гораздо дороже. Не знаю, чем в этом объявлении обусловлена стоимость С90 аж за 40 тысяч рублей и на что ссылается продавец. Так как никакого описания толком нет. Написано только, что в рабочем состоянии и год выпуска. Что, соответственно, не дает вообще никаких привилегий. Я вообще немного не догоняю, почему они всегда пишут в рабочем состоянии. Это, блядь, и так должно быть понятно. Ты продаешь вещь. Если ты ее продаешь на Авито, она априори должна быть рабочая. Это все равно, чтобы продавать машину и написать, типа, в комплект входит 4 колеса и руль. Спасибо, капитан. Если бы с этими колонками был произведен какой-то супер крутой апгрейд, как они любят это делать, а также косметическое восстановление до заводского идеала, то я бы еще поверил, что советские девяностики могут стоить 40 тысяч. Но здесь же, по всей видимости, определяющим фактором цены является год выпуска. А по мнению колхозника, чем старше вещь, тем она дороже. Что ж, надеемся, ему когда-нибудь удастся продать свой лот. Наверное, такому же колхознику. Ну, а мы едем дальше. Ни один выпуск колхоза на Авито не обходился без мебели. И этот будет, конечно же, не исключение. Правда, сегодня мы начнем с немного нестандартной мебели. Те, кто увлекается музыкой, а в частности фортепиано, наверняка знают о таком предмете, как стул пианиста. Ну или, как его еще называют, винтовой стул. По сути, это простая табуретка, и единственная ее особенность в том, что седалище стула держится на винте. И прокручивая винт, можно поднять сидение и таким образом отрегулировать высоту стула. Такие стулья часто используются в музыкальных школах, где у каждого ученика разный рост. И под каждого ребенка нужно регулировать высоту. Ну или их покупают детям, и по мере взросления ребенка изменяют высоту. Удобная штука, и стоит она примерно от 500 до 1500 рублей на Авито. Сколько же стоит такой новый стул, я, честно говоря, не знаю. Ну, я думаю, там потолок тысячи две-три. Хотя, может быть и дороже. Но мы знаем, что если такой стул попадется в руки колхозану, который, скорее всего, даже не будет понимать, зачем он нужен и для чего, и он увидит на нем маркировку СССР, то он наверняка попытается продать его подороже. Так, собственно, и произошло. Поэтому колхозан продает этот стул аж за 10 тысяч рублей. Ммм, интересно, а торг уместен? Я бы хотел немного скинуть. 9 тысяч рублей, жадный ты мудак! Хотя, с другой стороны, тут хотя бы стул исправный. За это уже спасибо. Ведь следующий продавец мебели вообще насчет этого не запаривался. Как вам такой диван, требующий, по всей видимости, небольшого ремонта? Хотя, если быть честным, мне кажется, этот диван всем своим видом пытается сказать что-то типа Убейте меня! Как, как можно продать старый поломанный диван, из которого буквально вываливаются доски? Откуда в этих людях столько жадности, что они не могут расстаться даже с диваном, который буквально сыпется на глазах? Мне кажется, если его отнести на помойку, даже бомжи скажут что-то типа Нет-нет, спасибо, мы лучше на картонке поспим. Порадовало описание. Сломанный можно сделать. Ну так сделай, ёпты, сделай, блядь, а потом продавай. Тупой ты колхозан. Как по мне, такой диван можно поставить только в такой вот сарай. Кстати, этот сарай тоже можно купить. Всего лишь за 60 тысяч рублей. Посмотрите, какие ровные стены. Какой насыщенный цвет. И не забывайте, сарай продается с условием самовывоза. То есть ты должен купить старый заваленный сарай, потом его разобрать и самостоятельно вывезти, и при этом заплатить 60 тысяч рублей. Хммм, выгодное предложение. Думаю, что надо брать. Мы этот сарай заполним, заставим, поставим туда наш поломанный диван, поставим нашу шикарную акустику за 40 тысяч, и, конечно же, велосипедную раму. Что? Я не рассказал вам про велосипедную раму? Знакомьтесь, рама велосипедная за 35 тысяч рублей. Предложение более чем выгодное, если не считать, что целый такой велосипед будет стоить тысячи две-три. Вы только представьте, у вас есть 35 тысяч рублей, и вы думаете купить на эти деньги себе велосипед. Нормальный человек, конечно, пойдет в веломагазин и купит за эти деньги вполне себе неплохой велосипед, но можно ведь пойти другим путем, и пойти и купить на авито раму от советского велосипеда. Ммм, красота. Некоторые не поймут вас, спросят, «Зачем ты это сделал?» Ребята, это же СССР. Винтаж! Но вернемся к советской технике. Да, акустика из 80-х у нас, конечно, уже есть, а вот телевизора нету. Странно, как же мы будем смотреть новости про Украину и Сирию, сидя в своем сарае? Поэтому пошлите-ка посмотрим хороший ламповый телевизор. И я его нашел всего лишь за 12 тысяч. 12 тысяч, Карл! Или так уже не говорят. Молодежь, говорите ли вы, когда удивляетесь сейчас слово «Карл», или это уже не актуально? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я, знаете ли, стараюсь соответствовать всем молодым тенденциям и, так сказать, не трясти стариной, а двигаться с молодежью, можно так сказать, на одном уровне. Ладно, давайте дальше смотреть советский ламповый телевизор. 12 кусков за ламповый телевизор, рекорд. Господи, я знаю в этом телевизоре все. Начиная от высоковольтной катушки, которая стреляет фиолетовыми молниями в отвертку, и заканчивая вот этим механизмом, повернув который, можно было накачать мышцы. И, конечно же, ставь лайк, если переключал каналы плоскогубцами. Ммм? Ммм? 12 кусков за старый советский ламповый телевизор, который весит как гроб. Сука, да что с вами не так? Но это еще по-божески. Хотя, конечно, пиздец как дорого, но по сравнению со следующим объявлением, это еще цветочки. Телек за 7 тысяч. Использовался для домашнего использования. Вот уж, что называется по назначению. Использовался для использования. Собственно, поэтому и использовался. После ненадобности отправился бережно храниться на склад. После 8 лет простоя решили продать. Вот уж, блядь, спасибо. 8 лет телевизор стоял. И, что называется, скорее всего, там сдохло в нем абсолютно все. Если его сейчас включить, наверняка полопаются все кондеры. И он, в лучшем случае, просто сгорит. Состояние неизвестно. Торг уместен. Самовывоз. Всегда забавляло это выражение состояние неизвестно. У тебя, блядь, на руках телевизор. У тебя в доме есть розетки. Наверное. Почему бы тебе не попробовать его включить и посмотреть? Каково же его состояние? То есть ты нашел время и возможности выложить объявление на Авито, но не нашел времени включить телевизор в розетку и проверить, работает ли он перед тем, как начать его продавать? Да ты что, совсем, блядь, тупой? Судя по фоткам, телек вообще мокрый. Он пролежал 8 лет, видимо, в сырости. 7 тысяч за телек, состояние которого неизвестно. Хотя, что там, неизвестно. Известно. Судя по фоткам, ему пиздец. Вот какое у него состояние. А закончим мы сегодняшний выпуск нашим традиционным обзором на сортир. Ммм, красота. На этот раз за два косаря вы можете стать обладателем дачного переносного сортира. Вы только посмотрите на эти гнилые доски, на эту шикарную дверь и на общее состояние. Да, судя по фото, этот сортир видел так много жоп, что и сам превратился в жопу. А какое шикарное у него дно. Можно ссать прямо как в душе, не целясь в дырку. Все потому, что дырки тут, блядь, везде. Боюсь только представить, сколько телефонов ускользнуло в эту щель, пока их хозяева пытались сделать свои дела, сидя орлом на гнилых досках. Да за две тысячи я из старых досок сколочу гораздо лучше, чем это. Ну а хозяину я, пожалуй, дам один дельный совет. Возьми топор, разъеби его нахуй и сожги в печке. Натопи баньку и искупайся. Вот, что ты должен сделать. И на этом прекрасном разочаровании мы закончим наш сегодняшний выпуск. Но не спешите выключать, не спешите выключать видосик. Не надо так делать. Досматривайте видео до конца. Тем более, что в самом конце будет топ-5 комментариев из предыдущего ролика. И возможно, именно твой комментарий сейчас появится в самом конце видосика. Не забывайте чекать ссылки в описании, там много полезного для вас и для меня. Вот сюда вот тыкайте, чтобы подписаться. И вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите. Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока.